И так, всем привет с канала Brim Team, и сегодня у нас такой, попытаюсь сделать прямо маленький ролик из плейлиста азбука родной ловли, касаемо того, как одеть бойл на волосяную оснастку. Сразу, без всяких желаний, перейдем. Что такое волос? Волосиная оснастка. Это поводок на семейство карповых, то есть карась, карп, сазан, амур, толстолобик, представляющий из себя карповый крючок из толстой проволоки. Вот такой вот он по размеру, и это считается таким маленьким, средним, меньше среднего, так скажем. Сам поводок, в данном случае у меня это 0,25 леска. Здесь с помощью петлевяза связанная петля и сам волос. Может быть запишу попозже видос, как я вяжу волосяную оснастку. Это вот можем видеть, что узел. Так, сейчас попробую фокус поймать. Вот, узел. От него мы оставляем часть, так скажем, лески. Одеваем сюда стопор, и тут же вяжем петлю. Петля нам здесь нужна для следующих целей. Сейчас возьмем наш рыболовный чемодан. Для того, чтобы делать вам как раз таки, даже для того, чтобы фиксировать бойл, вам нужны вот такие стопора. Это так и называется, стопора для бойла. Можно купить много, и сразу они стоят копейки, и останется, зато вам их много. Для стопора нам нужна одна вот такая вот маленькая белая штучка. Вот. Мы прям видим, насколько она мала. Что такое бойло, я думаю, если вы смотрите этот ролик, то вы знаете. Каким же образом мы их одеваем? Допустим. Потом, может, сделаю обзор по бойлам, когда чуть побольше куплю. Так. Вот. Берем бойл наш. То есть, бойл не одевается, как червь или опалыш, прямо на крючок. Бойл служит тем, что рыба не чувствует металла, всасывает его, и уже после этого цепляется за губу. При помощи сверлышка намечаем приблизительный центр бойла и начинаем его просто просверливать. То есть, такими вращательными движениями загоняем сверло на всю, так скажем, площадь бойла нашего. Можно вот такой с двух сторон прям продуть. Потом берем иголку для протяжки. Игла представляет из себя вот такой тоже инструментик, где маленький крючок и вот такой вот фиксатор. Одеваем вот таким образом. Берем нашу волосяную оснастку. Цепляем. Можем не закрывать его, если у вас хорошо получается. И одеваем. Дальше, надеюсь фокус там хорошо ловится. Далее берем вот этот как раз беленький стопорок. Одеваем его в петлю. Дотягиваем до него бойл. И опускаем резиновый стопор. Чтобы он у нас не сорвался. Бойл из-за того, что спереди стопора не будет. Вот и все. Вот таким образом мы ловим. То есть вот идет сам поводок. Идет крючок. Поводок может быть длиннее. Это у меня такая вариация. И сразу хочу вам сказать, что допустим вот это вареный бойл, который может находиться в воде донга. Но также есть и пылящие бойлы. Которые отмечаются временем насадки. И допустим, если не хотите ловить на один вкус, что вам мешает порезать бойлы напополам. Совместить их вот таким образом. Так же мы их просверливаем половинки. Немножко скосил, но ничего страшного здесь. Далее так же делаем. Так же цепляем. Таким же образом протягиваем. Абсолютно таким же образом отламываем стопорок. Стопорок мы так же вставляем. Начинаем спускать наш бойл. И фиксируем при помощи резинового стопора. Вот таким образом. И у нас получается бойл. Мало того, что они разные по физике. Вот этот вот оранжевый это слива. Зеленый это конопля. То есть мы объединяем вкус и объединяем физику. Пылящий и вареный. И тем самым можно усиливать рабочие свойства бойла. Так что, как видите, ничего сложного нет. Можно так же насадить на само жало крючка горох. Кукурузу. Не советую червя, потому что мелочь будет его обсасывать и дергать. Кукурузу, горох. И можно перед забросом всю вот эту красоту нанизаную опустить еще в баночку с милас и с аромой. Что добавит еще больших питательных свойств. Повторюсь, сложного ничего нет. Надеюсь, тем, кто это не умел, было информативно и полезно для вас. Может быть запишу видос о том, как я вяжу поводки. Именно вот такие на волосе. Если смогу тут удобно подстроиться, чтобы был фокус. С вами был канал Brim Team. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки этому видео. И оставляйте несколько комментариев. Благодарю за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok